Приветствую вас. Ну, во-первых, отвечая на ваш вопрос, точнее, на один из нескольких вопросов, я хочу сказать, что женщина, с которой вы сейчас общаетесь, она вас не обманывает. Она действительно относится к вам так, как говорят. Вы действительно ей нужны. Вопрос в том, для чего. Вот вы видите в ней мою любовь. Но если у вас отношения с ней на расстоянии, виртуальные, то у них имеются некоторые специфики. Дело в том, что не видит человека, не имея возможности его обнять, посмотреть в глаза, дотронуться и так далее, многое в подобных отношениях решает воображение. То есть вы своим воображением могли придумать образ женщины, которая сейчас для вас очень важна. Естественно, вы пишете, что подобное было уже с вами не в первый раз, и в первый раз вы тяжело мучились, но ситуация повторяется. Значит, говорите с ней о ваших чувствах и о том, как она к вам относится, не стоит, это отношение с горы себя убьет, потому что уже сейчас она к вам холодно относится, потому что чувствует, что дело принимает слишком серьезный оборот. Расположить к себе вы ее можете только если перестанете сами писать и принимать инициативу, чтобы проверить, насколько вы для нее важны. Ну а по поводу того, почему у вас появилось, это вновь, нужно сказать так, имеются некоторые блоки для построения отношений реальных. Возможно, имеются некоторые комплексы, которые мешают вам адекватно, то есть соразмерно, оценивать себя как реального партнера в отношениях, в реальных отношениях с реальными людьми. И, если ничего, свою нереализованную энергию в этом вы пытаетесь реализовать в интернете. Говорить о какой-либо любви виртуальной я бы не стал. Почему? Потому что в этом виде отношений люди лишены самого главного. Они не могут полноценно делать друг друга счастливыми. И рано или поздно появляется неудовлетворение, если люди не встречаются друг с другом. Поэтому то, что вы чувствуете, может быть и любовь. Но вы не можете получить нормальное и естественное удовлетворение от нее. Потому что это не та форма взаимоотношений, которая может быть полноценно реализована через интернет. Тружить? Можно. Обсуждать какие-то темы? Можно. Переписываться? Можно. И не важно, кто перед вами. Мужчина, девочка, старый человек среднего возраста или ребенок. Если вы обсуждаете какие-то отвлеченные темы, то важно лично интеллектуальное развитие. Важно лично интеллектуальное развитие собеседника. Но вы-то нуждаетесь в личных отношениях. И вот вопрос в том стоит. Почему вы не можете реализовать их в реальном мире? Что вам мешает? Какие комплексы? Какие блоки стоят? Может быть это неуверенность в себе. Тогда необходимо понять почему, откуда она взялась. Необходимо грамотно и подробно проработать ее. Убрать эти причины, которые мешают вам строить отношения в реальном мире. И вот тогда, тогда подобные ситуации с вами постараться не будут. А так, если первоначально причина не убрана, вы вновь и вновь будете впадать. И в любовную, и в виртуальную зависимость. Говоря о неуверенности в себе, о комплексах, нужно сказать, что необходимо повышать свою самооценку, свое достоинство, самолюбие, гордость. Путем постановки целей, которые вы сами себе поставите, исходя из ваших стремлений, желаний и идеалов. И развивая эти цели на задачи, вы бы выполняли эти задачи, тем самым повышая веру в себя, в свои силы, в свои возможности. И тем самым подготавливая, как бы, себя к реальным полноценным отношениям. Не считаю, что у вас психическая расстройка. Зависимость, как и любая другая зависимость, проявляется тогда, когда у человека в душе есть определенная пустота. Есть некие неудовлетворенные потребности, внутренние конфликты, которые он старается заглушить. И вы стараетесь заглушить это именно вот этим его зависимостью. Если вы внутренние конфликты разрешите, то вы увидите, что общение с этой женщиной, это, по сути говоря, нереальное отношение. Да, вы признаетесь в любви, да, вы называете друг друга ласковыми словами, но, по сути, вы только общаетесь. По сути, у вас друг друга. И если вы изначальную проблему, которая привела вот к такой ситуации, уберете, вы увидите, насколько это не дотягивает до того, чего вы в действительности достойны. А эта женщина, вероятнее всего, просто развлекается. Ей действительно нужен человек, с которым бы она могла провести время, с которым бы поднял ей настроение, который бы как-то с ней пообщался, поговорил бы, увидел бы в ней женщину, может быть, но не больше. А вам нужно совсем другое. И это временное пересечение интересов закончится тогда, когда вы интересами этой женщины перестанете соответствовать, перестанете отвечать. Вот, пока она удовлетворяет свои интересы с вами, все хорошо. Как только перестанет поймет, что от нее требуется больше, чем она получает, скорее всего, она закончит с вами общение и не будет идти на контакт. И зачем вам такое, можно сказать, корыстное общение. В этой, кстати говоря, в этой степени она более корыстно с вами общается, чем вы. На самом деле. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращались в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен.